В начале выпуска информации о резонансной аварии, которая произошла на Бугринском мосту. Водитель Лексуса стал жертвой рокового стечения обстоятельств. Мужчина не превышал скорость, не выезжал навстречу, был трезвым, но умер из-за ошибки другого автомобилиста. У погибшего осталась жена и маленький ребенок. Следователи продолжают устанавливать все детали автокатастрофы на переправе. Там столкнулись четыре машины, предполагаемым виновником трагедии, пока называют владельца Тойоты. Мужчина на универсале двигался с левого берега направо в сторону большевистской. Водитель пояснил, его подрезал попутное авто. Из-за небольшой дистанции автомобилист испугался столкновения, резко выкрутил руль. Тойота перелетела через ограждение и оказалась на встречной полосе, где протаранила Лексус. Внедорожник от удара отбросила в ВИЦ, которым управляла женщина. Автоледи потеряла контроль, ее иномарка также выехала навстречу и врезалась в грузовой масс. Автомобили Лексус, грузовик МАН и Витонда ФИД двигались со стороны правого берега в сторону левого берега по Бугринскому мосту. Автомобиль «Союза Айс» двигался со стороны Вакутина в сторону большевистской. В путь исследования не справился с управления, перелетел в искусственное ограждение, вследствие чего оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, где совершает столкновение с автомобилем Лексус. В путь исследования совершает столкновение с автомобилем грузовик МАН и опрокидывается. Далее от удара автомобиль Лексус совершает столкновение с автомобилем Витонда ФИД. Автомобиль Витонда ФИД налетает на искусственное ограждение, совершает серебро и оказывается на полосе, предназначенной для встречного движения. 35-летний владелец Лексуса скончался мгновенно. Его автомобиль получил сильнейшие деформации. Чтобы извлечь из салона тело мужчины, потребовалась помощь спасателей. В каком состоянии находился предполагаемый инициатор ДТП, пока неизвестно. Явного запаха алкоголя не было. Уже в больнице мужчина сдал анализы на трезвость, результаты пока не готовы. Скорее всего, тест окажется отрицательным. Ведь автомобилист работал в горводоканале и как раз направлялся на смену. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии с отчитанной автодорожной травмой. Уже установлено, погибший проживал на Олово-Заводской, совсем недалеко от Бугринского моста. О смерти мужчины уведомили родного брата, ему же и передали разбитый внедорожник. Мы приносим соболезнования родным и близким мужчины.